ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 В данном случае речь идет о женщине, а точнее о двух женщинах, причем одна из них – мавитянка, то есть язычница. Когда мы говорим о обычных схемах, как должны действовать герои, то обычно мы видим, что это сильные люди, и мы видим в Писании, что Бог сотворил, и на практике, что Бог сотворил мужчин более крепкими, эмоционально и физически. Они должны выводить войска, они должны защищать, они должны совершать подвиги великие. Женщины созданы хрупкими, они созданы более эмоциональными, и поэтому они не стоят на тех передовых точках, где случаются глобальные события, за которых, в общем, идет слава, и которые являются причиной освобождения народов или каких-то глобальных действий, происходящих в народах. История книги Руф показывает, что в самом деле все великие события происходят благодаря Божьим действиям о неспособности людей. Бог берет простых людей, Бог берет женщин. Причем, он берет их слабых, он берет их не в том форме, что Руфь стала предводительницей войска народа израильского и повела их воевать там против каких-нибудь амаликитян. Нет, она просто была женщиной. И она заняла свое место и выполняла свою роль, и сделала это блестяще, и Бог взял и через это осуществил феноменальные действия. Вот в чем необычность всего этого. Кроме того, Руфь была маовитянкой. Это означает, что она не просто была изъязычницей, изъязычников. Она принадлежала народу, который произошел от позорного контакта. Лота с одной из своих дочерей. Моав родился. И не просто это была история, плохое пятно, черное пятно в истории. Это была еще одна проблемная часть. Она заключалась в том, что когда Израиль шел из Египта в землю обитованную, то они на пути встретили, они проходили рядом с Моавом. И маовитяне, они наняли, если вы помните, наняли Валаама для того, чтобы Валаам проклинал израильтян. И там целая история описана в книге чисел, связанная с этим. И после этого вы знаете, что Бог дает в книге Второзаконие специальное повеление, что из всех народов вы там можете, если с кем-то и иметь дело, которые подальше от вас живут. То с маовитянами никакого. Слушайте, написано в Второзаконии, 23 глава, 3 стиха. Аммонитянин и маовитянин не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта. Потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть вас. По этой причине руфма маовитянка была самая последняя в очереди на то, чтобы иметь что-то полезное для народа израильского. Когда мы читаем вот эту историю, мы видим, что Бог показывает, что его план искупления, он основан не на заслугах людей, а основан на его милости, которую он может проявлять иногда к самым падшим людям. К самым негодным, к списанным совершенно. И не просто он проявляет милость, так как он к Савлу проявил когда-то. А он берет этих людей, которые по-человечески, казалось бы, вообще списанные. Он берет этих людей, и он наполняет их жизнью своей. И через них совершает великие действия. Родословие в Евангелии от Матфея упоминает имена четырех женщин. Одна из них Руфь. Давайте посмотрим, что это за женщины. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Саака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев ее. Иуда родил Фареса и Зару от Фомария. Вы помните, кто такая Фомария? Фомария, она была одной из невесток Иуды. То есть она была женой одного из его сыновей. Его сын умер, не оставив потомства. Он по закону отдает ее в жену второму сыну Анану. Этот сын не хотел восстановить племя, семя своему брату. Поэтому Бог поразил его, написано, он умирает. И потом там был еще третий сын Шела. И Иуда не стал отдавать этого третьего сына, сына или не стал женить и выдавать замуж эту свою невестку за третьего сына. И отпустил ее через несколько лет. Происходит очень такая интересная и очень некрасивая история. Фомарь, она переоделась в блудницу. И она где-то там на дороге встречает Иуду. И Иуда переспал с ней. И от нее, в общем, рождается вот этот сын. Очень неприятная история. И когда смотришь на то, что вот эту неприятную историю, оказывается, Бог не просто выдвинул где-то так в сторону, и так, чтобы не помнили вообще за нее, потому что Израиль, это же такой народ славный. Это же мой лучший народ. Это лучшие люди планеты. А он берет именно от Фореса, производит дальнейшую линию. Именно от этого сына, который родился от этой очень такой сомнительной и очень некрасивой связи. Следующая история, когда мы смотрим на 6-й и 5-й стих. Солмон родил Ваоза от Рахавы. Рахав – это раа в блуднице. Это та, которая была из Хананеев, которая жила вот там в Иерихоне. Помните, она скрыла этих разведчиков израильских, когда они пришли и смотрели, высматривали Иерихон. То есть, она, оказывается, язычница сюда попадает. Следующая Ваоз родила вида от Руфи. Заметьте, никакие другие женщины не упомянуты, от кого кто родился. Упомянуты только те, которые несут какую-то проблему всей этой конструкции. Последнее, не исключение. Посмотрите, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурии. Версавия. Вы знаете всю эту историю, которая приключилась с Давидом и Версавией, и вся эта неприятность. Здесь показана одна очень интересная картина во всей этой ситуации. Эта ситуация показывает нам, что народ израильский не представляет собой ценности сам по себе. Что вот этот механизм, через который появляется Божий Сын, он не потому, что это чистая кровь, абсолютно чистая нация, в которой просто генофонд такой мощный, что он генерировал Божьего Сына. Некоторые так представляют. В действительности, Бог показывает, что это милость Божия, что он выбрал Авраама вообще, и что евреи существуют, и что они вообще выжили, потому что каждый из них спотыкался столько, и Бог берет людей, которые совершенно, казалось бы, не должны были там быть. И Он этих людей поднимает, очищает, и через них осуществляет этот план. Вот какую роль играет книга Руфеля, или вот в этом общем Божьем плане. Самое последнее, Бог действует эффективно. Он не только действует точно, Он не только действует необычно, непривычно для нас, Он действует эффективно очень. Посмотрите, как заканчивается эта книга. Она заканчивается таким гармоничным описанием вот этого финала, представлен финал той драмы, которая описывается, которая разыгралась на страницах этой книги. Сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели, «Досоделает Господь жену, входящую в твой дом, как Рахиль и как Лию, которую обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе и дославится имя твое в Вифлееме. И будет дом твой, как дом Фореса, которого родила Фомарь и Уды, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял Ваос Руф, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины, на имени благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. Это будет славно имя Его в Израиле. Заметьте, как Божьи действия, они приводят к уникальному решению для всех. Для Ваоза, для Руфи, для Наимении, для всего народа израильского и для всего Божьего плана искупления. Когда Бог действует? Бог действует точно, Бог действует необычно, и Бог действует эффективно. Он обязательно приходит к тому, что мы получаем Его добрые плоды. Третий элемент, который мы видим здесь, это красота благочестия. Руфи очень красивая книга, потому что здесь есть красивые персонажи, характеры красивые, личности, которые привлекают внимание. Здесь есть три личности доминирующих. Чаще всего эту книгу сравнивают только, вернее, связывают только с одной личностью, с Руфью. Но здесь есть две другие, не менее важные личности. Это Наимень и Ваоз. Очень интересные персонажи, и мы остановимся на них очень коротко, сколько у нас есть сегодня времени. Давайте посмотрим сначала на Наимень. Наимень, скорее всего, вполне возможно, она была одним из источников благочестивого влияния на своих невест. во всяком случае, из ее портрета, который мы видим, естественно, исходит то, что люди, которые рядом с ней, они получали вот это благое влияние. Посмотрите, с самого начала мы видим смирение ее. Наимень не требует к себе сострадания. Когда мы читаем о ней, она думает о других, она не сконцентрирована на своей беде, она не сконцентрирована на том, что я вот горе мне, пожалейте меня, пожалуйста, а кто ж меня пожалеет, да вы ж не уходите от меня, потому что я же как одна сама останусь, а я же вам сыновей дала, и вы, да, десять лет ты с ними прожили, а теперь меня оставляете. Совершенно другая тема. Ее ум занят совершенно другими вопросами. Шестой стих первой главы. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила обе снохи ее с ней. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим, пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Заметьте, она помнит их добро, которое они ей делали. Она не свое добро, которое она делала им, помнит. Она помнит наоборот. Вы хорошо к моим детям относились. Вы достойны хорошей жизни. Она не о себе думает. Это очень интересное, но очень важное качество, которое сделало эту женщину такой яркой личностью. Второе. Она посвящена благу своих невесток. Не думая о себе, она думает об их благе. И заметьте, как это меняет полностью всю конструкцию. Немножко позже, в конце, мы читаем, что это не было какое-то состояние анестезии, когда она просто занемела в своих чувствах, и ей просто все равно, идите куда хотите, там жилите, сами устраивайте свою жизнь, а я пойду сама как-нибудь. Нет, она чувствует боль. Посмотрите, в конце первой главы там написано о том, что когда ее встречают, она говорит, наимень ли это? Она говорит, нет, наименью меня не называйте, называйте меня марою. Это в конце этой главы, там в 20 стихе. Называйте меня марою. Причина, почему она говорит так, потому что наимень, значение слова наимень, приятное, а мара, это горькое. И она объясняет и говорит, не называйте меня приятной, называйте меня горькой, потому что я испытала много горечи. То есть эта женщина действительно реально чувствовала боль. И несмотря на это, посмотрите, как она посвящена благу других. Она не потеряла способности искренне заботиться и думать о благе других. У нее вот это мягкое сердце, которое не очерствело от скорби, не очерствело от давления, которое обрушилось на нее с разных сторон. 11 стих. Наимень же сказал, возвратитесь, дочери мои. Зачем вам идти со мной? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Но если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери моей. Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Она не говорит, что рука Господня постигла всех нас. Она говорит, это моя боль, это моя беда, вы еще молодые, вы еще выйдете замуж. И вы гораздо быстрее выйдете замуж в себя дома, в своем народе, чем, идя со мной туда, в ту землю, где моавитян вообще не любят, где с моавитянами не хотят никакого дела им. То есть, это очень серьезный такой шаг, который она делает. И как вы видите, она говорит, я весьма сокрушаюсь о вас. Очень яркий пример, друзья. Очень яркий пример, как вести себя в беде. Не думайте о саможалости, думайте о других. Это и есть настоящая любовь. Находясь под тяжелейшим гнетом беды, эта женщина могла думать не о себе, а о благе других. Третье. Ее рассудительность. Эта женщина очень рассудительна. Когда она приходит, и вместе с Руфью сталкивается с этим фактом, что Ваос оказывается тот человек, у которого Руфь собирала зерна, там собирала пшеницу. Вот. Наимин знает законы Израилева. И она боится Бога. Слушайте, что она говорит. 2 глава, 20 стих. И сказал Наимин снахе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Ни живых, ни мертвых. То есть, она говорит, что он благословен от Господа, потому что он к нам живым хорошо отнесся, и к нашим мужьям. В каком-то смысле этот шаг Ваоза был сделан в уважении тех его родственников, которые брата его, или им леха его племянников, которые умерли. Смотрите дальше, что она говорит. Сказала Наимин, человек этот близок к нам, он из наших родственников. То есть, она знает и боится Бога. Она знает Божий закон. Кроме того, она очень выдержана. Она очень хорошо знает людей. Вот это мудрая женщина. Она знает Бога, боится Бога. Она знает Божий закон. И она не говорит Руфе сразу какие-то резкие действия. Она может терпеть и ждать. Слушайте, после того, когда она послала Руфе, через какое-то время, когда прошел сбор урожая, через какое-то, она знает точно время, когда нужно послать Руфе туда, на эту встречу с Ваозом. После того, когда эта встреча состоялась, она проинструктировала ее, что сказать. Как правильно подойти. Как в этих ситуациях в ее народе поступают. И после того, когда Ваоз прореагировал определенным образом, слушайте, что она говорит в 18 сих. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив дело сегодня. Она хорошо знает Ваоза. И заметьте, как она ведет себя без паники, очень мягко, не жестко. Это не сваха какая-то, которая плетет какие-то там, знаете, интрижки, для того, чтобы каким-то образом переманить на свою сторону более богатого или обойти более невыгодного какого-то. Она умеет, доверяя Богу, действовать. И действует очень глубоко. Последнее ее трудолюбие. Смотрите, когда Руф родила, она восприняла ребенка Руфи как своего собственного. Она не выпускает его из рук. Слушайте, написано здесь и говорили, женщина на имени, не благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. То есть все ясно понимают, что это воздаяние Божье ей. Они видели ее любовь к Руфи. Да будет имя, будет славно имя его в Израиле. Он будет отрадой тебе и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучших семи сыновей, и взяла на имя дитя си, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. То есть она реально радуется радости Руфи, и она больше того, она практически посвящает себя тому, чтобы нянчик этого ребенка... Итак, на имени является первым примером книги Руфи. Очень яркой, очень интересной картиной более зрелых женщин. Портрет такого благочестивого характера, портрет человека, который боится Бога, и который живет в послушании ему. Следующая картина, или следующий портрет, это красота Руфи. Это, безусловно, доминирующая личность здесь в этой книге. Несколько элементов, которые очень важны, на которых нужно остановиться. Шесть таких качеств я отметил в ней, и мы попробуем так быстренько коснуться их. Первое, это посвященное свекрови. Это первое такое яркое качество, с которым мы встречаемся еще в первой главе. Когда Наиминь обращается к своим невесткам, к своим снохам, и она обращается и говорит, останьте здесь, не ходите со мною. Она делает это очень настойчиво. Первый раз, когда она сказала, обе невестки говорят, нет, мы пойдем с тобой. Она второй раз говорит. Говорит настолько настойчиво, что одна невестка Орфа, она решает не идти. Но мы видим, что Руфь, она осталась преданной. Наиминь сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратися ты вслед за невесткой твоей. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой бог будет моим богом. Заметьте, интересное качество. Мы сегодня живем в век, в котором люди, которые живут каким-то образом близко друг с другом, они все время спорят совсем о другом. Они спорят, почему это уже два раза было по-твоему и только один раз было по-моему. Или почему это всегда по-твоему и никогда не по-моему. И это для людей, это катастрофа. Сколько скандалов, сколько проблем. Посмотрите на Руфе. Она ничего своего не говорит. Она говорит, земля твоя будет моей землей, твой народ будет моим народом, твой бог будет моим богом, твоя судьба будет моей судьбой. Это очень интересное качество. Это посвященность другому человеку. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Только смерть разлучит меня с тобой. Это наивысшее проявление любви, друзья. Этому нужно учиться. Это действительно яркий характер. Второе, трудолюбие Руфи. Руфь не боится работы. Не просто не боится работы. Она не ждет, когда ее пошлют на работу. Есть такие люди, которые, ну, вроде бы не боятся работы, но когда ему не скажешь, что что-то делать, он не работает. И он говорит, ну, мне ж никто не сказал. И вполне естественно, понятно, что команды не было. Возьми какой-нибудь там рабочий инструмент и приступи к делу. Смотрите, Руфь 2.2, вторая глава, второй стих. И сказал Руфь, моя ветянка на имени, пойду я на поле и буду подбирать колоссы по следам того, у кого найду благоволение. Это не наимень, говорит, ну, что ж ты сидишь, доченька моя. Уже бы пора здесь и освоиться немножко. Пойди, ну, мы не можем здесь сеять, не можем сажать. Ну, в нашем народе вот так и так собирают колоссы. Она, мам, да я не знаю никого здесь, да я боюсь, да я не умею, я этих людей не знаю. Язык, на котором они говорят, сложный. Совсем не так. Это то, как случается в наше время. Как случилось бы в наше время. Руфьи, что им что-то кушать надо. И она, когда ходила или шла и видела, что там собирают, и там что-то падает. И посмотрите, что она говорит. Если найду благоволение, то есть, возможно, и не найдет благоволение. Возможно, ее прогонят с поля. Она идет и знает, что это будет нелегко. Но она трудолюбивая, она хочет делать полезное. Хотя, это ей что-то стоит. Она не говорит ей, мам, отведи меня, пожалуйста. Я здесь никого не знаю. Отведи меня, приставь там. Я буду собирать. Собирать буду, но вот я их всех стесняюсь, не знаю, кто они такие. Совершенно другая картина. Посмотрите, она сразу завоевала сердца слух Ваозовых своим трудолюбием. Она не просто приходит туда. Слушайте, когда Ваоз пришел и спрашивает, а что это за женщина здесь? Слуга ему отвечает. Шестой стих. Слуга, приставленный к жрецам, отвечал и сказал, это молодая женщина, мавитянка. И уже одно слово, мавитянка, уже negative connotation, уже негативная ассоциация. Но он дальше говорит, пришедшая с наименью с полей мавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. То есть, когда она пришла, она не просто так украдкой подошла, далеко, возьму немножко. Она пошла, пришла к этим жнецам, и она сказала, я буду, можно я буду подбирать? И слушайте, что он говорит. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. Скорее всего, кто-то уже домой сбегал несколько раз. Там, в тени пересидеть или там еще что-нибудь сделать. За водой сходить может. Мало бывает она дома. То есть, эти люди сразу видят, это характер, это человек, который трудолюбивый. Еще одно очень важное качество, отсутствие претензий. Вы видели людей, которым пришлось пережить, ну, тяжелые какие-то обстоятельства? Я помню, как-то один раз мне пришлось встретиться с человеком, который мало тяжелых обстоятельств пережил. Но он, он, в общем, претендовал на то, что он, он ассоциировался с большим народом, которые пережили плохие обстоятельства. Мы, мы жили еще в одном здесь из городов Америки и встретили одного человека русского. И я ему помогал там с одной американской церковью общаться. Вот. И в конце концов мы едем с ними, и он говорит мне такую вещь. А почему бы они мне не сделали вот такие, такие там подарки? Большие очень. Претензии очень были большие. Я спрашиваю у него, почему они тебе должны? Вот прошлое воскресенье здесь с Ганны миссионеры приезжали. Позапрошлое воскресенье здесь были там из Новой Зеландии. Вот. Через два воскресенья будут откуда-то с Гондураса и так далее. Вот ты приехал из России. Почему это они тебе должны? Он говорит, мы от режима страдали. Окей. Это значит, он хочет сказать, что он пострадал там в России и теперь ему должны здесь купить машину, чтобы он на ней потом ездил в Россию. Это претензия. Хотя он точно не страдал. Его-то я знаю. Он точно не страдал. Там мы пахали. Помните, Муха говорила, когда сидела на лошади, когда лошадь пахала. вопрос вот заключается в простой вещи. Вопрос заключается в том, что если человек пострадал, он приходит и говорит, мы беженцы, мы такие бедные, нам дайте, мы жалкие, мы несчастные. Нам обязаны, другими словами. Это типично для людей. Типично для людей. Посмотрите, совершенно по-другому ведет себя Руфь. После того, когда Ваос пришел и сказал ей, хорошо, я слышу хорошие от тебя, от тебя отзывы, пожалуйста, собирай здесь, тебя не будут выгонять. И она не гладит себе по головке и не говорит, что да, конечно, это, да, вы правильно сказали. Я действительно много пожертвовала тем, что я пришла в эту землю, которую никто не знает. И так тяжело идти было. Сколько идти, а по дороге шли, а там люди говорят, а их совсем не понимаю, у вас здесь обычаи совсем другие. Но ради наимения я все сделал. Совершенно по-другому. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала, чем я снискала в глазах твоих милость? Что ты применяешь меня, хотя я и чужеземка. Она знает, что ее принимать не должны. Она ценит милость, которую она получает. Она не думает о том, что замечают окружающие люди. Послушайте, один из стих Ваос отвечал и сказал, мне сказано, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст тебе Господь за это дело и да будет полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы упокоиться под крылами его. Но отвечая ему, она продолжает думать о себе скромно. Она не воспринимает его похвалу для основания, как основания для возвышения себя. Слушайте, что она говорит. Она сказала, да буду я в милости перед очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Заметьте, он ее прославляет и поднимает. А она в это время ясно понимает. Она говорит, я ничто здесь. Это милость твоя. Спасибо тебе, что ты говоришь со мною так по-доброму. Очень важный элемент. Конечно, очень интересная книга и на ней стоило бы на этих качествах говорить, об этих качествах говорить гораздо больше. Она думает о себе очень скромно, не видя чего-то сверхъестественного в своих поступках. Хотя другие люди отмечают, какая молодец, как хорошо себя ведет. Вот это очень важно, друзья. Если вы делаете что-то хорошее, если вы хотите, чтобы эффект от того, что вы делаете, был настоящим, никогда, ни в коем случае не думайте о том, что вы великий человек, потому что вы делаете что-то хорошее. Вы и не являетесь великим человеком. Это милость Божия, по которой Бог дает вам, дает всем нам возможность сделать что-то ценное. Послушание старшим. Следующее качество. Руф послушна тому, что советует ей свекровь. Она не проявляет здесь вот этого молодежного такого брыка, когда они... А я и сама знаю. А что ты мне учишь? Он мне не нравится. То есть у нее есть ясное понимание, что Наимень действительно знает, что здесь происходит в земле. И она любит ее, и она ищет благо для нее. Послушайте, 5-й сих, 3-й главы. Сказала ей, и Руф сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей свекровью. Она понимает, что ее знания очень ограничены, и поэтому она искренне ищет советы у старших. Еще одно качество безбоязненность. Вот несмотря на то, что она такая скромная, она не забитая. Она очень разумная. Представьте себе, она приходит, она делает то, что совершенно необычно. Это еще страшнее, чем идти собирать колосева там. Она совершенно не ожидает, что там может произойти. И когда Ваос начинает с ней говорить, вот там на таку, где молотят пшеницу, и когда там они там и днюют, и ночуют, потому что это такая горячая пора. Когда ночью он услышал, что там кто-то, кто-то лежит у ног его, когда он с ней говорит, заметьте, она, я не знаю, спала она или нет, или ждала, когда он проснется. Не знаю, что было, какое было у нее состояние. Но когда она начинает, она начинает говорить. Она говорит скромно, она говорит с уважением, но она говорит абсолютно точно. У нее не тесутся руки и зуб на зуб не попадает. Абсолютно нет. Она ясно говорит, что надо сказать. У нее есть ясная, логическая мысль, которую она выражает. Послушайте. И сказал Ваос, кто ты? Она сказала, я руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твое, ибо ты родственник. Заметьте, она может говорить правильно. Она знает, как сказать, чтобы сказать благородно. По сути дела, это означало, ты должен на мне жениться. Но вы понимаете, что если бы она сказала так, то возможно, чтобы он не женился на ней. Речь идет о том, что это совокупная ценность, такая благородство, это способность действительно точно действовать в данном случае. И самое последнее, это добродетель Руфи. Руфь была известна за три месяца, даже меньше, чем за три месяца, своего пребывания в Вифлееме. Руфь прославилась по всему Вифлеему. Послушайте, чем она прославилась. Когда Ваос говорит, обращается к ней, 3 глава 11 стих, и так, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, то, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. То есть все люди, все, кто говорит в городе, они видели, они видели много раз, они видели в ее действиях, они видели в ее жертвенности, они видели в ее разговорах, они видели в ее смирении, они видели в ее разумности, они видели в ее трудолюбии, они видели, что эта женщина была добродетельная. Очень много есть таких людей, которые говорят, я вообще-то добрая, только люди не видят этого. Может быть и так. Но в этом случае процент добра может быть несколько недостаточно велик. То есть, если его много, то его у всех ворот знают. Это касается, кстати, не только женщин, это касается и мужчин. Кстати, последний элемент – это красота Ваоза. Последний элемент этой книги, на которой мы остановимся. Ваоз – еще один благородный характер, который очень яркая личность здесь в этой книге. Он, во-первых, богбоязнен, он постоянно говорит о Господе. Вот один из примеров, 2.12. «Да воздаст Господь за дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Он заботится о Руфе. Он самоотвержен, он понимает, он ценит ее самоотверженность, он откладывает все свои дела, и он занимается делом, конкретно занимается делом, чтобы ее решить. 11 стих. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю все тебе, что ты сказала». 12 стих. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». Он знает, что правильно. Он знает закон, и он согласен довести это дело до конца. Слушайте, 18 стих. «Наиминь говорит, та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не окончив сегодня дело». Итак, интересная книга, интересный характер, интересные герои этой книги. Я думаю, что она стоит того, чтобы исследовать ее, изучать ее. Во всяком случае, мы теперь будем знать, о чем идет речь здесь, и какую роль эта книга играет в общей картине всего повествования библейского. Несколько практических уроков, которые хотел бы я сделать перед тем, как мы помолимся. Первое. Мы всегда можем и должны доверять божественной суверенности. Бог в своей суверенности организует обстоятельства, события для блага своего народа, для блага своих детей. Даже тогда, когда нам это непонятно. Даже тогда, когда нам кажется, что все идет неправильно. Нам нужно учиться видеть события, видеть обстоятельства именно так. Следующее. Богобоязненные и благочестивые действия приносят созидание в любых обстоятельствах. Даже в трагедии. Даже тогда, когда наступила такая черная полоса, казалось бы, в жизни. Бог требует от нас благочестивого, доброго, богобоязненного действия, которое Он будет использовать, независимо от того, где мы находимся. И будет совершать великие дела через них. Последнее. Бог совершает великие дела через верность самых слабых людей. Через верность тех людей, которых, как нам кажется, мы маленькие, мы не способны ни на что. Мы действительно имеем очень много недостатков, очень много проблем в своей жизни. Но это Божье дело, которое мы видим, продемонстрировано здесь, в книге Руфь. Аминь. Мы встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволил нам сегодня коснуться этой интереснейшей истории, оставленной на страницах Твоего Слова. Благодарим Тебя, Господь, за все то, что Ты сказал нам через эту историю. Благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь действовать и сегодня в своем суверенном плане, осуществляя свою благую, угодную и совершенную волю. И мы хотим, Господь, сейчас, поклоняясь Тебе, просить Тебя, чтобы Ты помог, чтобы все вот эти истины, которые открыл Ты нам в этой книге, они стали частью нашей жизни. Благослови, Господь, и мужчин, и женщин. Помоги, чтобы все мы могли уподобляться этим положительным героям, отражавшим характер Твой, действовавшим в страхе Твоем, в благочестии Твоем, в знании исполнения истины Твоего Слова. Благослови, Господь, чтобы эта книга, она оказала самое эффективное и доброе влияние в наших сердцах. Слава Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе за все. Слава Тебе за все.